Музыка Приветствую всех, кто присоединился к нашему диалогу. Традиционно отвечу на самые важные вопросы, которые беспокоят жителей Донбасса. Сегодня начнем со следующей темы. Музыка Тарифы на коммуналку и цены – все это ставит людей на грань выживания. Поэтому такие вопросы звучат очень часто. Давайте послушаем. Когда будет понижение цен? Это единственное, что меня интересует. И будет ли дорожать у нас свет, газ? Вот это главное. У нас сейчас постоянно идет речь о том, что будут повышаться тарифы на все коммунальные услуги. Кроме этого, повышаются цены на все продукты, самые элементарные, начиная от хлеба и заканчивая крупой, то, что самое дешевое, то, что раньше позволяло пенсионерам как-то выживать. В данный момент отопление у нас включили. Угля нет, говорят. Значит, надо уголь везти из Америки для того, чтобы топить. И какая цена будет за это отопление, вообще теперь уже непонятно, потому что из Америки везти – это не из России даже. Почему, имея такое огромное количество шахт, мы не используем уголь наш? Почему мы… Это и рабочие места. И гораздо ниже себестоимость будет электроэнергии. Почему мы это не используем, а хотим закупать где-то электроэнергию, как я сказала в Белоруссии? Я считаю, что нужно использовать свои ресурсы. Почему мы это не делаем? Правильно говорят люди. Как только мы сменим эту власть, мы сделаем две вещи. Первое – мы снизим тарифы, потому что, когда я командовал энергетикой страны, у нас тарифы были людские, и люди могли платить, не думая о том, что им завтра не на что будет купить еду, поскольку они заплатят за коммуналку. Не было такого издевательства над людьми в 2013-2012 году. Это ноу-хау прошлой и сегодняшней власти. Мы снизим тарифы, и мы сделаем державное регулирование цен на товары первой необходимости. Потому что товары первой необходимости государство должно постоянно держать поле зрения, контролировать, отсекать спекулятивные составляющие, менять налоги, чтобы они были доступны, делать товарные интервенции, не вывозить на экспорты, если их не хватает в стране, чтобы не было дефицита. Это комплекс дел, которые должно государство делать, и мы обязательно восстановим государственное регулирование, при том, что сегодня их просто цены отпустили на самотек. Как может быть у нас подсолнечное масло, когда страна-производитель номер один подсолнечного масла в мире, экспортер номер один, так вот у нас подсолнечное масло дороже, чем те страны, которые мы экспортируем. У нас стоит бутылка 70 гривен подсолнечного масла, там 0,8 литра, а в Польше такая же бутылка стоит 40 гривен, переведя на наш день, на 40% дешевле. То есть на самом деле это просто государство должно защищать своих людей, и мы обязательно это восстановим контроль и защитим от спекуляций наших людей. В жизнь каждой семьи вошло обучение онлайн. Но есть ли другая сторона этих образовательных процессов? Давайте послушаем вопрос. Уважаемый Юрий Анатольевич, я представитель образования города Дружковки. У меня скорее не вопрос к вам, а просьба. Нам бы очень хотелось, чтобы вы повлияли каким-то образом на кабинет министров с целью пересмотра их отношения к дистанционному образованию. Мало того, что по всей Украине масса возмущений родителей, учителей, что качество образования совершенно невозможно обеспечить путем дистанционного обучения наших детей. Но кроме того, я в этом еще и усматриваю все мои коллеги как некий цинизм, потому что не обеспечив школы, не обеспечив учителей необходимыми средствами обучения, мы требуем, и на сегодняшний день уже организуются такие проверки, как мы осуществляем дистанционное обучение. После того, как, организовав по всей Украине дистанционное обучение, загнав наших детей и учителей по домам, сэкономив сумасшедшие деньги при этом на энергоресурсах, сэкономив сумасшедшие деньги от энергоснабжения наших школ, мы бы хотели, чтобы вот эти средства были направлены как раз на обеспечение нашей школы современным обеспечением, то есть компьютерами, ноутбуками, мультимедийными досками, веб-камерами, и тогда, конечно, возможно, мы бы смогли обеспечить качественное обучение. Абсолютно справедливый вопрос, этот вопрос задают по всей стране, потому что где-то плохой интернет, где-то просто не хватает компьютеров. Это абсолютно новая сторона нашей жизни, которая требует очень серьезного подхода и серьезных денежных вливаний, и обязательно это надо делать, потому что иначе дети просто... Страдает образование детей, они не могут дальше продолжать обучение в вузах, и, к сожалению, мы уже знаем подобные примеры, когда дети практически не учились. И вот сегодня этот вопрос, мы обязательно, я подниму этот вопрос перед министром, обязательно мы сделаем то, что просит представитель сферы образования Дружковки, мы обязательно это сделаем, я обещаю, мы в ближайшее время дам ответ по этому поводу. Людей беспокоит то, что будет делать новый министр реинтеграции на своем посту. Послушаем жителей Донбасса. У нас министерство реинтеграции получило нового министра, Ирину Верещу. Хотелось бы узнать, какие у нее главные цели, какие направления по вот этому безобразию, которое творится у нас на Донбассе, когда, наконец, мы помиримся, восстановимся, вернемся на те добрые отношения, которые были раньше. Ну, смотрите, вот у нас было два года, министерство уже при этой власти, министерство реинтеграции, возглавлял министр его, за два года они не сделали ничего. Ни одного населенного пункта не реинтегрировали, пленных не поменяли, разведения войск не было, была сплошная болтовня, какие-то разговоры, заявления, обвинения, дела не было. Сегодня этот министр, типа, пошел на повышение, стал министром обороны. Пришел новый министр, уроженка Львовской области, депутат парламента, госпожа Верещук. Ее программу мы, к сожалению, не слышали, поскольку ее назначали кулуарно, и сложно сказать, как она будет себя вести, поскольку мы вообще не слышали ее, что она собирается делать. Но в наших планах мы специально выдержали паузу, чтобы человек вошел в курс дела, чтобы она приняла дела. Обязательно будем инициировать встречу с ней, чтобы понять, чем она собирается заниматься, и будет ли какая-то конкретная польза от существования этого министерства, на которое тратятся налоги, им платят всем зарплату, их там достаточно много людей, эта контора работает, они на работу ходят, эти люди. То есть какая будет практическая польза для Донбасса от этого министерства? Мы обязательно это сделаем, и я рад, что люди задают эти вопросы, их тоже это интересует. Субсидии стали для многих семей возможностью просто выжить в отопительный сезон. Но получить субсидию становится все сложнее. Давайте послушаем вопрос. По субсидии с каждым годом все уменьшается, так вот к чему приведет постоянное урезание субсидий в условиях стабильного роста цен на тепло? Субсидии появились у нас в массовом количестве в 2014 году, когда начали поднимать цены на энергоносители. До этого, в 2013 году, когда я командовал этой отраслью, у нас субсидии, у нас ГАСТов 400 гривен, а субсидии всех на страну было 2 миллиарда гривен. То есть это уже люди, которые действительно не могли даже эти цены платить. Сегодня субсидии заложили, в прошлом, в этом году уходящем было 35 миллиардов, их не хватило, добавили 12. А на следующего заложили в бюджет 38 миллиардов, при том, что газ подорожал в 2 раза. Вот вопрос, как они вообще собирались субсидии эти выплачивать, если уже сразу понятно, что они закладывают меньше примерно в 2 раза, чем нужно. И, естественно, мы такой бюджет никогда не проголосуем, не будем за него голосовать, наша фракция. Мы требуем, чтобы, во-первых, кардинально сделать так, чтобы люди могли платить деньги, не ходя в очереди, чтобы не стоять там справки эти собирать, чтобы не издевались над ними. Сделать нормальный тариф, чтобы человек мог платить его. Вот самая простая, понятная и нужная для людей задача. И в этом мы будем заниматься. А попутно сейчас будем требовать, чтобы субсидии увеличены были в бюджете, поскольку это просто издевательство над людьми, когда в 2 раза растут цены на энергоносители, а субсидии не вырастают практически ни на йоту. Поэтому это проблемный вопрос. Мы знаем, и мы боремся, чтобы навести там порядок. Но окончательно мы переборем, естественно, только тогда, когда сменим эту власть. Только тогда можно будет сделать все, что нужно для людей. Житель Северодонецка возмущен с закрытием на 2 недели детских садов в городе и предлагает свою трактовку, мотивы для такого решения. Давайте послушаем. Почему садики были отключены на 2 недели у нас в городе? И почему решения об этом принимались как-то скоропастильно? Что значит? Закрыли садики, молодцы. А причина? Мы можем всегда сказать о том, что вот у нас невакцинированные сотрудники, например, в моем садике где был, они были вакцинированы. Это была просто отмазка для того, чтобы было возможно их закрыть. А просто не заключены контракты по отоплению. Вот и все. Дети сидят дома. До этого сидели 2 недели мертвые в садиках. Нам что делать? Мы все работаем, а детей делать некуда. Поэтому вот такой собственный вопрос. Это по всей стране такая ситуация, когда провалили подготовку к отопительному сезону и бюджетные организации, садики, больницы, школы заставляли купить газ по 40 долларов за куп. И людям не давали, в общем-то, возможности руководителям этих организаций заключать договора. И вот по всей стране такая вот ситуация возникла. Это следствие неразберихи в правительстве. Бездарности власти. А что касается отдельных городов, то, допустим, Северодонецк, он управляется военно-гражданской администрацией. В абсолютно мирном городе, в котором выбирали в 2015 году мэра города, свою власть городскую, депутатов. Выбирали парламент, выбирали сегодняшнего президента. Вот в прошлом году просто так решили, что запретить проведение выборов и назначить там управляющих администраторов. И куда идти людям вот сегодня в городе? Если раньше у них были депутаты, к которым они могли обратиться, которые могли отстоять их права, то сегодня глава военно-гражданской администрации, он не подконтролен никому, кроме такому же главе военно-гражданской администрации областному, а тот Киеву напрямую. То есть у нас лишили местное самоуправление, лишили людей прав. Вот мы сейчас в суде по этому поводу. Я надеюсь, что суд примет решение восстановить права людей. Мы будем этого добиваться и добиваемся. И заставим провести выборы в 18 громадах, которых незаслуженно, бездарно, вот так вот просто запретили людям высказать свое мнение, выбрать власть, которая они считают нужным, будет им помогать. Угольная отрасль всегда была гордостью Донбасса. Сейчас же мы видим, как все приходит в упадок. Давайте послушаем мысли жителей Донбасса. Где ее вообще загнали в тупик? Закроют, что с ними будет? На стране ничего не строится, она все закрывает. Лисичанска – это колыбель Донбасса, действительно, вот выступали люди из Лисичанска. И вот то, что по-хамски относились к угольной отрасли, не платили зарплату шахтерам, не заряжали новые лавы, не развивали отрасли. Вот мы сейчас это пожинаем, когда не хватает угля для того, чтобы пройти зиму. И как достижение какое-то там, говорят, что вот мы завезем 7 пароходов с Южной Африки, в случае у нас 33 государственные шахты, только государственные на территории Украины. Дать им денег зарядить новые лавы, заплатить зарплату шахтерам на порядок меньше денег, чем тратить на то, чтобы привезти бог знает откуда уголь. И это и рабочие места у нас здесь, это безопасность, это энергетическая устойчивость. И мы это восстановим, потому что другого пути нет. Государство должно иметь энергетическую безопасность. А сегодняшнее правительство, сегодняшняя власть обрекли ее на то, что они ее не имеют. Страна не имеет. Этот Z-режим привел к тому, что люди просто не уверены в завтрашнем дне, во всех отношениях. И в энергетической точно. Поэтому восстановление угольной отрасли в тех объемах, что нужно для обеспечения энергетической безопасности страны, восстановление рабочих мест, это будет первоочередная задача новой власти. Спасибо всем, кто смотрел проект «Диалог с Донбассом». Вместе возойдем в край и вернем всем жителям право на достойную жизнь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова